Чемпионы могут все, решили футболистки из Динамо БГУ ФК и отправились осваивать новую профессию на ОАО Минский молочный завод номер один. На заводе, кстати, тоже есть форма, в которой работают сотрудники. Минский молочный завод номер один начал свою историю в прошлом веке, с 1929 года. На предприятии выпускается большой ассортимент продукции. Это молоко, кефир, сметана, творог, глазированные сырки и йогурты. Среди стран-импортеров Россия, Азербайджан, Казахстан, Китай, Армения, Грузия, Вьетнам, Германия, Египет, Кот-де-Вуар, Ливан, Литва, Малайзия, Нидерланды, Польша, Сингапур, Турция, Узбекистан и Израиль. Ну а девочки сегодня попробуют разлить бутылку кефира. После того, когда кефир разлит по бутылкам и закрыт крышкой, остается наклеить транспортную этикетку. На ней важная информация – вес, срок годности и режим хранения. Очень шумят эти машины. Конечно, тяжеловато это по сравнению с тем, когда ты тренируешься на футбольном поле, там птички поют, ты тренируешься, только слышишь голоса своих девчонок. Я думаю, к этому быстро привыкают работники. Ну, считаю, что каждая профессия, она сложна по-своему. Главное – адаптироваться, главное, чтобы эта профессия нравилась самому себе. Главное – адаптироваться, главное, чтобы работать в фикторе. Это трудно. Машины, звезды. Если я работаю здесь, я буду скрыть. Но ты знаешь. У меня нужно уменьшить. Это не очень тяжело. Я думаю, что здесь работают от 8 до 7. Быть футболистом, я просто заниматься 2 часа. Я думала, что я видела лошадь. Ряду. Но я видела так много машин. И много звезды. Они делали это. Это невероятно. Я родился из города, поэтому мы знаем, как лошадь от лошадей. Да, да, да. Реаль, ты просто берешь лошадь от лошадей. И ты просто берешь лошадь. Кефир. Кефир.